Значит, у меня план, который сейчас 8 часов с маленькими минутами, мы работаем примерно час, потом делаем 15 минут паузу, и потом еще, ну, наверное, час, не больше. В 10 с минутами мы закончим, у вас все будет время пообщаться, допить, доесть, потому что, по-моему, здесь так выгоняют не раньше ответственности. Значит, что я хочу вам сегодня предложить? Все-таки одно первое отделение я хочу сделать афганское, потому что, помимо того, что и я много писал об Афганистане, но все, этот год особенный, 25 лет как закончились эти события, и как-то уже когда будет теперь, даже не до 30 лет, я думаю, до 50, мало кто будет вспоминать вообще Афганистан. Поэтому первое отделение афганское, но я буду петь те песни, которые обычно я не пою, которых даже, может быть, нет в интернете. А в интернете можно найти мои записи либо на Ютубе, так называемом, да, либо есть такой сайт Виктор Горстаков, дальше я даже не помню, но надо брать просто Виктора Горстаков, там выскакивает очень много моих песен, очень много моих стихов, и книжек, и даже прозы. Но сегодня я в основном буду петь те песни, которых даже и там нет. А так их редко пою, то я буду забиваться, повторять снова, но я думаю, для вас это будет только интересно. Какие-то буду давать пояснения, или какие-то песни, но постараюсь, чтобы давно я все делал, не занять. А начну с той песни, которую вообще никогда не исполнил. То есть это новые песни, которые я впервые показываю. Единственное, что там нужно пояснить, там есть несколько слов на тарабаровском языке, которые я лично считаю, либо фарси, либо дари, так я не знаю, примерно звучит так. Буру бурхай шурави иншаллах. Когда я однажды специалисту, нашему военному разведчику, одному показал, так сказать, эти слова, он долго крутил головой, потом говорит, вообще смысл понять можно. Это, мягко говоря, из разных диалектов, но это, говорит, очень мягко говоря. Но вообще-то означает, что вы знали примерно там счастливого пути советский солдат, так угодно Аллах. В ночь над Кабулом восходит звезда, и хлопает в модуле дверца, как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце. Крик мой взинов и мат часовой, четки звучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, сердце осталось в Кабуле. Буру бурхай шурави иншаллах, девушка мне говорила, Два наших сердца навек погребла, вторую каманю могила. Пусть над Кабулом сгорел с моим, в небо поляк и на верце, Вы победили, родные мои, я скоронил свое сердце. В ночь над Кабулом восходит звезда, и хлопает в модуле дверца, Разве я мог не вернуться туда, где похоронено сердце? Аплодисменты. Такой большой завоеватель, я уже не помню, какой он был национальности, Вабуру. Так вот, он завоевал Афганистан, Кабул, ему так понравилось, что он был вынужден, так как он был царь какой-то другой земли, не помню, что тело похоронили там, а завещал, чтобы сердце его похоронили в Кабуле. Поэтому есть в Кабуле сад Бабура и где закоролено сердце ему Бабура. Песня посвящена, фамилию неудобно называть, потому что дело, Тимуру Гайдару. Но не Егорке Гайдару, а его отцу и сыну, естественно, писателя Аркадия Гайдара. С Тимуром Гайдаром, он был вообще контр-адмирал, подводник, потом стал военным журналистом и возглавил военный отдел правды. Куда ты меня взял? И потом я первый из наших, вообще из всех газетчиков, центральных печати в Афганистан попал. А потом уже стали туда ездить журналисты, и в том числе и поехал Тимур Гайдар. И он так попросил, что напиши, говорит, какую-нибудь веселую песню, которую я в Афгане мог вспоминать. Вот я, так сказать, на его правду написал такую песню. Уехал шеф в Афганистан, видел очень много стран, тогда чего он и так не видел. Там миллионы мусульман, там миллиарды мусульман, там сорок тысяч мусульман, в готовом виде не за свою это ебать. Все это странная толпа, на дню пять раз говорит намаз, но были слухи, что в кармане во браках есть кто-то преданный в ЦК. Один мула из кишлака и две старухи. Уехал шеф в Афганистан, а там Колымб, а там Карам, там не гуляй по вечерам, там феодально. Там разговоры нутчий цвет, то пулемет, то пистолет, а у него оружия нет, он шеф лояльный. Уехал шеф за Гендукуш, а там война идет к тому ж, плюс девальвация и прочие напасти. Но не беда, не в первый раз, да рубежами шеф у нас, а двадцать дней пройдут, как час, и снова здрасте. А вот песня, можно сказать, без комментариев. Единственное, все то, что бы сказал, тут упоминается ДШК. А, как правильно, Дегтярёв, Шпагин, крупнокалиберный, да? Калашникова. По-моему, Дегтярёв, Шпагин, крупнокалиберный. Крупнокалиберный. Да. Насколько я помню, это образца выпуска начали выпускать с 1938 года. Точно помню. Ну, короче говоря, у меня так получалось, что я несколько раз попадал под огонь ДШК, вот один раз в бомиане на вертолётах и на земле, а ДШК только мы не видел. А когда однажды в блистил, увидел вот эту трубу страшную, какой же он был дурак. Даже вообще, страшный такой, понимаете. Нас в горах не найдёт почтовой самолёт, И письмо от тебя до меня не дойдёт. Пусть светлее снега встану стены огня, Будет бит ДШК из ущелья меня. Будет бит ДШК, будет жить городка, Может быть, у меня, может быть, у Стрелка. Нас в горах не найдёт пожаранья связь, Безымянных весон ходит в нас не таясь. Поднимаемся в рост, отвечаем огнём, Между огненных звёзд по вселенной идём, И красный вид снега, и дробится скала. Смерть гора дорога, жизнь такой не была. Нас в горах не найдёт запоздавший приказ, И никто не придёт и не выручит нас. Поевает десант, поевает морем, Погодите, я сам, это мой человек, Это мой ДШК, это мой разговор, Я найду до Стрелка, он не спустится с гор. Нас засыпет метель, да заладит скала, Смерть вверх, как пастель, жизнь такой не была. Мы помнём текст, плиз, на ветер огня, Пусть продолжится жизнь без него и меня. Нас в горах не найдёт почтовый самолёт, И письмо от тебя до меня не дойдёт. Песня называется «Судьба». Свои судьбы не знал я, Зачем судьбу клянёшь? Шальная, неродная, куда меня ведёшь? По гривням и ущельям шагаю день за днём, Под запах прицельным и солнечным окнам. Открываю комплекта, всего лишь два плеча, В ночь не спал и мёрт веклом, Ступаю за горяча. Когда существовала незримая судьба, Пускай бы оттирала, хотя бы по салмам. Во флярке раскалённой оставила бы глоток, Пустила вдоль по склону, не в силы поперёд. Но лезешь вверх и выше, горит в руке цельё. Судьба тебя не слышит, и значит, нет хильон. Золдатская работа не требует чудес, Шёл до седьмого пота, взошёл осенний вес, На самой на вершине смеёшься над собой, Не вернул отныне, что не очался судьбой. Но вниз ветра дырнули, над женщиной скорбя, Принявши в сердце пулю, летевшую в тебя, Своей судьбы не зная, зачем судьбу клянёшь. Шаляная, неродная, куда же ты идёшь? Шаляная, неродная, куда же ты идёшь? Шаляная, неродная, куда же ты идёшь? Шаляная, куда же ты идёшь? Отдельно недалеко был Кундуз. Я в чём был на Кундуз? Потому что, когда туда попал, Перед этим в Кундузе были очень плохие события, Где погибло чуть не третий, а роты. И поэтому в этой песне немножко так трагически, Хотя, собственно говоря, при мне там ничего трагического не было. Я ходил в горы с разведротой вот этого 860-го полка, И мы очень никого не убили, только одного там раннего парня. Его забрали на вертолёт. А песня называется «Девятый». ПЕСНЯ 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 Он и суто, и шито, от бревна не отличит. Ну, хватит какой напиток, не дерется, не кричит. Так скажите, Бога, ради в чем виновен капитан? Тот, что служит в Фальзабах, на Нагорье Батаршан. Песня грустная, представительная. Я ее стараюсь не петь, потому что, чтобы самому не стал очень тоскливым. Почему я решил сегодня спеть? Ну, сейчас показывают много, например, Луганц. Я знаю, что она главная память, это Абганцин. У меня песенку придет вот этой песни. Зная еще несколько памятников, я тоже написал строчки из этой песни. Давай за тем, кто не вернулся, Кто стал частицей тишины, Кто любого и не проснулся От необъявленной войны, Кто любого и не проснулся, От необъявленной войны. Давай ничего, гаясь, ребята, Давайте молча их дана С офицером и солдатом, Кого взяла в себя война. Слух выговаривать не будем Их дорогие имена. Покуда здесь безвестны людям Так наша горькая война, Но молча вспомним Войну на пуль, Тех, с кем навеки сороднены, Кто был частицей батальона, Остал частицей тишины. Кто был частицей батальона, Кто был частицей батальона, Поет такой довольно известный певец Михаил Миша Морбов, Который яблок не снил. Мне много не нравится, Что он делает, Но эту песню он сделал блестяще просто. И он мне сразу ее показал, И я вот после этого, Меня как заклинил, И я ее вообще достал. Даже когда просили, не пел. А сейчас я попробую свой вариант. Совершенно другой, Потому что моя другая мелодия Он все сделал, молодец по-другому. Но единственные слова стоят. Опять жара за шестьдесят, Вести с метру селисят, Едет уронитранспортер, Как выхвалывающий костер, Выхватывая из огня Боек комплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси, пустынь. Шесть дней назад, Сказал комбат, Разведка видела отряд, Прет над границей прямиком, Наверно, коротко знакомца Азисами на пути. И мы должны его найти, А сколько их еще? Спроси, пустынь. Будет вертушки день и ночь, Они хотели бы нам помочь. Да разглядившись высока Среди проклятого песка, Те разбежались и легли десяток, Те, кто ближе шли. А сколько их еще? Спроси, пустынь. По флягах кончилась вода, Подбросят небом, не беда. Беда, что бьют из нишлаков, Они чужили средь песков, Там богатей провязлась, Плевать на капу и власть. И сколько их еще? Спроси, пустынь. Спроси, пустынь. Пишени в песках искали день, Седьмой удач, не выпал день, По дунам влиться, наконец, И пыльный ветер рассвенец. С бархана, с гребни, с бугарка Ударили три дыша, А сколько их еще? Спроси, пустынь. Пускай подсыплется жара, Сегодня лучше, чем вчера. Два взвода двинуты в обход, Их прикрывает третий взвод, Четвертый, с пятый на заслон, Гранатометы, взвод на склон. А сколько их еще? Спроси, пустынь. Прошла минута или час, Какая разница для нас, Когда кончены разговоры, Тащишь броня, транспортер, Перехватившись за прихлад, В тебя стрелявший автомат. А сколько их еще? Спроси, пустыню. Нет, там все хорошо, но в вашем случае. Вот такая песня, которую тоже ты еще пел и менял название. Сначала просто назывался «Афганский лейтенант», потом назывался «Лейтенант Хада», а «Хада» примерно как у нас КГБ. Потом заменил «Лейтенант Царантоя», но в принципе я хотел сказать в этой песне, что, конечно, наши военные относились к афганским военным с высока и имели на это основание, но я как журналист, который все-таки мало воевал, но много куда ездил, и я видел очень хороших афганских. И очень героических, у которых там вся семья погибла, они сорокались и умирали. И второе содержание этой песни, я все-таки его поясню, там очень много о цветах женской одежды. Потому что, опять-таки, для воевавших ребят, ну вот они воюют подряд, там два года находятся, им кажется, что вокруг-то ничего не меняется. А когда-то залетишь в Афганистан на несколько дней, там на несколько недель, потом вернешься, потом еще через год или через два появишься и видишь изменения. Вот я, в частности, очень у меня подействовал, когда только начиналась война, буквально в первые дни, ну и вообще вот в начале 18-го года, почти все параджи у женщин, или мне так казалось, они были черными. Потом где-то в 82-83 году стало все больше и больше таких икривых, голубых особенно, немного параджей было. А девчонки в колоколе, особенно лицеистки, студентки, они вообще наклеили, они стали ходить в обтягивающих джинсах, в прозрачных таких кофточках, под которыми там много чего интересного видно. А когда уже ближе к выводу войск, когда уже все почувствовали, что опять все будет хреново, и опять потихонечку так все стало больше черного цвета, уже девчонок в джинсах практически на улице было не видно и так далее. Вот такая песня, значит, последнее название лейтенант Царандуя. В Кабуле весеннее мода, на все даже на параджу, рассматриваешь пешеходов, а я на тебя погляжу. Здесь женщина в цвете небесном, иконном рублевском почти, а впрочем, тебе неизвестно про наши иконы, прости. Идешь по большому клубу, сын маленького кишлага, среди многолюдного гула, тебе не уютно пока. Туканы в жаровой машины, на лесах витрины, лотки, и женщины, словно кувшины, блестательны и высоки. Детали старичного быта, тебе интересны всерьез, и манят глаза, что сокрыты, под сеткой исконских волос. В селении высокогорном, другие фасоны цвета, там женщины горбили в черном, смотрели сквозь нити холста. И мать, провожая, всплакнула, под гробом ютон поранжой, был красен твой путь до Кабула, От крови своей и чужой, и думал, что рай тебе снился, на узком враченном столе. Открыты, где женские лица, уйдет на грешной земле, Одеты в белые ткани, где сестры стояли вокруг. Когда ты в наркозном тумане, боялся коснуться их рук. Нас женщины в черном рожают, нас женщины в белом хранят, Лазурном любовью сражают, краткою бросившись взгляд. Но вся их небесная вода тебе поклониться должна. Ты в сером подсвет небосвода, в котором дымится война. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему нынче стволы в небесне, Где ветра, где снега, где песни, Далеко, далеко на войне, где мы были, братья, близки? Пролетали в ночи трассерами разноцветные звёзды войны, И нас снились в горах до утра ледяные солдатские сни. Вот сижу над рекою Москвой, на гитаре походной принчу, Я с войны возвратился живой, я войну вспоминать не хочу. Остывает ухо в котелке, не напиток во фляге вином, И сползает слеза по щеке, что увидится на недороге, И опять вспоминаются мне, где снега делят ради пески. Далеко, далеко на войне, где мы были, как братья, близки? Далеко, далеко на войне, где мы были, как братья, близки? На прошлом выступлении заказ был прямо через Германию, да? Вон её рецепт, который называет Юрий Алексеевич Трифаненко. Из Мюнхена парень позвонил и попросил спеть песню «Джалалабад». Но я её спел, когда я тоже к ней не готовился. А потом вспомнил, что у меня есть ещё одна песня о джалалабаде, Которую я вообще не подарил. Называется «Сады джалалабад». Далеко до России, от этой земли, Где зимы не бывает, где воздух, как плавя, Где сквозь жаркую пыль еле виден вдали Апельсиновый сад с золотыми плодами. Смотрит же на лопатах, запоминать не надо, От ныне и навеки, и в ослах, и наяву. Среди зелёных веток, среди свинцов и меток, В садах джалалабадах, кашу дышу, живу. Улетают листва на деревьях в саду, Пересохшие корни цепляют за ноги. Я воды принесу, но сначала найду, Кто стреляет отсюда по нашей дороге. Сады джалалабады, запоминать не надо, От ныне и навеки, и в ослах, и наяву. Среди зелёных веток, среди свинцовых меток, В садах джалалабадах, кашу дышу. Шевельнулась и вскинула светка вдали, Успеваю залечь и за корнями укрыться, Легко до России от этой земли, Если в сад перейду, вдвое путь сократится. Сады джалалабады, запоминать не надо, От ныне и навеки, и во снах, и наяву. Среди зелёных веток, среди свинцовых меток, В садах джалалабада хожу, дышу, живу. Снова шорох в листве, ты прости меня, сад, За ответную очередь из автомата, Но открылась в карлуганах, Желалабад, и пренчатся с водой Городские бочата. Сады джалалабада, запоминать не надо, От ныне и навеки, и в оснах, и наяву. Среди зелёных веток, среди свинцовых меток, В садах джалалабада хожу, дышу, живу. Сады джалалабада хожу, дышу, живу. Сады джалалабада хожу, дышу, живу. Орать, кричать, там ханом, там шураги, ханом, возьми там, Варежки или чай-чай-чай. Так что они действительно могли воду принести? Сады джалалабада. Очень красивая песня, где я пытался передать вот именно красоту Афганистану. Вообще, Афганистан — это очень сложная страна. И даже те, кто воевал, иногда не совсем понимали, где они воюют. Потому что всё-таки какой-то определённый ареал действий есть. И не всегда уж по всей стране бросают. Конечно, там в основном горы. Но вот я попадал и в леса. Там же есть леси. Ну, естественно, пустыни есть. Есть озёра довольно большие. Вообще, Афганистан очень большой. Мы тоже как-то забываем. Когда там смеялись над нашими. Ну, вот, вот, советская армия. Не мог вот этот маленький Афганистан покорить или что-то. А он больше, например, чем самое большое государство Западной Европы — это Франция. Афганистан гораздо больше Франции. Там ещё Бельгия, Голландия, Сенбург по месяцам. Ну, конечно, самая большая красота — это всё-таки горы. ПЕСНЯ Афганистан Над Канадей небо злое, А на земле Ни огонька, Ни кишлака. Польётся в грудь Глоток разреженного в воздухах, Да просвистит свинцовый ветер Уезда Афганистан. Солнце сходит за вершиной мир, И вот уже до самой смерти Жизнь и дна Афганистан. Темноты в мире не было, И не вырвало в мире яростней огня. Я ничего от той страны нежда не требовал, Я отдал все, что оставалось у меня. Афганистан Вам бушут реки горные, И млечный путь роняет слезы. Афганистан Афганистан Когда вся жизнь насквозь дна. Афганистан Снова ночью под Москвой я, Взглянув на небо, Вижу мой афганистан. Взглянув на небо, Вижу мой афганистан. Я внука Это эфганистан Афганистан Называется «Комбат». Песня «Комбат» 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 Я так подумал, что у меня большинство песен написаны либо от своего имени, либо от имени все-таки же опытного человека, офицера. А вот сейчас вам попробую спеть песню, которая написана как от имени солдата. ПЕСНЯ 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 Юхване и юхванке за мир, франшафт, за лэм. Значит, я не сказал, а надо все-таки сказать. Что мы хотим сделать во второй части? Оставить минут 15-20 и сделать такой небольшой концерт по заявкам, если кто-то какие-то мои песни знает, мы тогда можем историю спеть. Ну вот во второй части прижим танцу, ладно? А сейчас вообще очень для меня странная песня, сквозь и странная, потому что я давно не пел. Называется Горный пост. Как ни странно, самая тяжелая для меня в Афганистане было однажды зайти на Горный пост, в Горную заставу. Просто зайти. По-моему, Володя, ты знаешь, резиденцию Бабрака охранял 347-й полк, по-моему? Нет. А Кельзенский командовал... 57-й. 50-й, да? Ну вот Кельзенский там командовал где-то в середине там, да? Ну вот, короче говоря, что-то они там сделали рек в горы, а многие десантники особенно, они с журналистами вообще не хотят общаться, ну пока что-то не увидят, что они себя представляют. И, короче говоря, сколько я не подкатывался к этому, нельзя что-то там приводить. Говорит, он в горы с моими ребятами, сходишь там, после этого поговорим. Ну я, конечно, согласился, но не думал, что будет тяжело. А просто было... Ну, обошли там несколько таких постов, застав, который выставлял именно этот полк, а потом одна самая такая высокогорная застава или высокогорный пост, и вот я помню, туда шли, сами десантники, солдаты падали, офицеры подходили, бац, бац по морде, у него из-за рта пена, он там... Мир прекрасен, солдат-то! Ставит он на ноги зашел и дальше шел. А еще начался какой-то такой свирепый ветер, что у одного, с рюкзака десантники, там привязанная еще была бушлана, просто не слов, бушлана пропустит. И я сам думал, что я там свалюсь несколько раз пропустит. И, короче говоря, как ни странно, что вот этот... Почти без выстрелов там было, потом, когда зашли, на горный пост там было немножко выстрелов, но запомнился. И вот эти горные посты... Я пытался это выразить. Стало нынче больше звезд, вечная природа, На высокогорный пост Смотрит с неба золото, Среврисом в вечный путь, Но пою звезда двою, Не покликнуть, не вернуть, Друга после боя. Водят грозные ветра, Вудная погода, Слетят звезды до утра, Как пути под ходом. На высокогорный пост Двадцать душ Швистый стул Не спешит Уйти меж звезд В звезды обелисков, Плюс вершины В звезды, Ясной строчкой. Друг осет, Друг поймет Нашу проволочку. Друг осет, Друг поймет Нашу проволочку. Перекрещены пути Огненный, Влечный, Ни один не обойти На дороге вечной Стало ничем больше звезд Вечная природа. На высокогорный пост Смотрит с небосводом. На высокогорный пост Смотрит с небосводом. Песня Попробова Последний патрёд Уходит из колoba На закатом басе Ты, последний ливом Дымальный дизель Дорогу затянуло, прощая Атганистану, Которую я любил. Война была война, не лучше и не хуже, Чем тысячи других в иные времена. В пустынях жгла жаром, в горах гудит воздух уже, И девять с лишним лет стояла в плацах. Слышу, оплачен долг, и мы так отнацем повадим, Нет, посранили мы советскую страну. И все же иногда, погляднемся печально, Наброшенный голод, причувствуя вину. Поставили друзей наедине с врагами, Поставили врагов судьбой наедине. По дню убьют других, потом погибнут сами, На недолитой нами. По лесной войне, последняя колонна, Антародром. Идет на Черекар, и дальше на Шабаль, Перемахнем саланк, И завтра будем домом. Прощай, Афганистан, Которого дежать. Перемахнем саланк, И завтра будем домом. Прощай, Афганистан, Которого мне жаль. Ну и в заключение этого часа, я хочу спеть не афганскую песню, но еще более важную для меня. Эта песня связана с Великой Отечественной войной. До 9 мая мы вряд ли здесь видимся. 3.45 полка, кажется, убираться. Остальные неизвестны, поэтому все с наступающим праздником Победы. Для меня эта песня дорога тем, что одно из первых ее исполнений, оно было такое чудо-неспрашное, я пела в Брестской крепости в 22 июня в 4 часа утра. И как раз над западным лугом, над речкой, не помню тогда, какое было дата, какая-то была круглая. Ну, короче говоря, там что-то мы пускали венки по воде, а мне нужно было песню петь. А знаете, в 4 часа утра, естественно, с похмельем, в Белоруссии иначе не бывает. Это было что-то страшное. Тем более и все с такими глазами. Естественно, никто не спал, ничего. А мне еще почему стало страшно? Меня учила история этой Брестской крепости, поскольку. Я все думал, а почему все-таки немцы взяли ее сходу за 4 минуты? Ну, понятно, что неожиданность там и все прочее. Ну, почему? То есть сопротивление было долгое, но оно было по казематам, по подвалам, да? А крепость они взяли за 4 минуты. А потом посмотрел. Там этот мост через западный луг, а западный луг довольно быстрая река, хотя не широкая. Вот там мост, и он прямо убирается в ворота крепости, да? То есть там один снаряд, пушечные ворота разбиты. И они так и сделали, а мост летним был не заминирован, не взорвали, да и некогда было. То есть там все десанты на секунду. А они когда вот это ворвались через мост фашисты, а в середине прям площади крепости бывшая церковь, потом из нее клуб сделала, стал стенами и стенами. Вот они, оказывается, заняли вот эту церковь, центр, да? И они потом уже могли всех разогнать, так сказать, по казематам и все прочее. То есть это было достаточно страшно все. А песня такая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Браво! Спасибо! Друзья, чтобы я переработал, уйти в более-менее веселом настроении, я сейчас пою песню, которую я написал уже довольно давно. Но сейчас она приобрела какой-то второй смысл, она опять стала двусмысленная песня. Я предлагаю на перерыв и уйти, так сказать, в двусмысленном состоянии. В драмовых герзачах, с пушкой на плечах, мы прошли тебя, Афган. В солнечных лучах, в ледяных ночах, Снился нам зеленый Анна. Кому-то, Рушкеп, Италия, Накия, Не взорвались, Крещаник и Бадон, Оксана, Эн, И многие другие, которых я пока что не нашел. Сброшен лишний вес, сдал АКЛС, И получена медаль. И глядишь с небес, как Афган исчез, Впереди другая даль, Далеко в Уташке, Италия, Накия, Где заждались, Крещаник и Бадон, Оксана, Эн, И многие другие, которых я пока что не нашел. Вроде в огне, вот она в стене, Над кроватью света луны. Что сказать жене, если снится мне Не любовь, а путь с войны, Как будто в Уташке, Италия, Накия, Где заждались, Крещаник и Бадон, Моя жена, И многие другие, которых я, конечно, не нашел. Как будто в Уташке, Италия, Накия, Аплодисменты, 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 АПЛОВАЗНИТСКОВ Гали networks galla AGU mesmo, H chưa м HASL first the red time, Продолжение следует...